Ереван снова оказался звеном в схеме обхода европейских санкций по поставкам в Россию товаров военного и военно-технического назначения. Власти Испании перехватили 13 тонн прекурсоров химического оружия, направлявшихся в Россию. Конечный пункт назначения был замаскирован с помощью подставных компаний в Армении. Согласно заявлению испанской полиции, материалы были изъяты в грузовом контейнере в порту Барселоны. Там же, в Барселоне и Жироне, были арестованы четыре человека, которых и подозревают в организации и руководстве коммерческой сетью для обхода санкций, введенных Западом против России. Компании руководят граждане российского происхождения, которые разработали все коммерческие, логистические и экономические схемы незаконных поставок. А в качестве конечного пункта доставки столь опасной продукции указывалась Армения. При этом испанская полиция убеждена, что армянские компании не являлись непосредственными заказчиками, а должны были переправить товар в Россию. Несмотря на то, что после 2020 года, когда Армения была разбита, это разрушенная страна, она осталась территорией такого масштаба, что по этой территории разные страны переводятся, разные товары стратегического назначения. И, конечно, территория стала перевозкой различных наркотических веществ. И то, что она заработала на этом миллиарды долларов, тоже никому уже здесь удивляться не приходится». Подозрительно резкий рост товарооборота между Арменией и Россией с начала войны в Украине наталкивает на единственно верную мысль о том, что эта Южно-Кавказская республика давно и успешно использует свою территорию и логистические возможности для обхода антироссийских санкций. Достаточно вспомнить статистику, приведенную заместителем премьер-министра России Алексеем Аверчуком в ходе недавней встречи с сопредседателем межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Арменией. Согласно ей, товарооборот между двумя странами в 2024 году составит 14-16 миллиардов долларов США. То есть объем товарооборота между Арменией и Россией вырастет в шесть раз в сравнении с показателем 2022 года, когда он составлял всего 2,6 миллиардов долларов. При этом никаким ростом производственных мощностей в самой Армении эти цифры не подкреплены, что подтверждает версию о реэкспорте через армянскую территорию товаров, направляющихся в Россию. Точно то, что испанская полиция арестовала, конфисковала это химическое вещество, которое отправляется в Россию, это тоже для нас не новость. Это давно налаженная связь. И то, что касается того, что отношения между Арменией и Россией сейчас ухудшилось, особенно после того, как в 44-дневной войне Азербайджан одержал блестящую победу, и они обвиняют Россию и других стран, значит, что они не помогли Армению. Международные санкции, призванные наказать Россию и подорвать ее военные действия в Украине, оказались вопреки ожиданиям неэффективными из-за инновационных методов по обходу ограничений, которые часто включают в себя передачу поставок и средств через компании и банки в центрально-азиатских постсоветских государствах. Интересно, что Армению в качестве перевалочного пункта для подсанкционных товаров стали привычно воспринимать и некоторые европейские компании с удовольствием нарушающие требования Евросоюза. Они воспринимают Россию в качестве перспективного партнера для импортно-экспортных операций. Вот почему посредством Армении в Россию беспрепятственно поступает европейская косметика, автозапчасти, бытовая техника и многое другое. И армянские перекупщики на этом очень неплохо наживаются.